Приветствую вас. Исходя из того, что вы написали, глобально, мне кажется, можно выделить несколько моментов, которые являются определяющими, по моему мнению, в вашей ситуации. Первое, это то, что у мужчины старше вас на 13 лет, возраст это достаточно, точнее, разница в возрасте достаточно большая, как правило, подобная разница в возрасте обусловлена тем же тем, что вы, ну, устраивали такие, знаете, неплохие, конечно, но своеобразные отношения с родителями, то есть, это вот такое тяготение к мужчине постарше, это, конечно, не то, чтобы это прямо плохо, вы не подумайте о чего плохого, вот, но, тем не менее, это все-таки такой факт, который нельзя, на мой взгляд, игнорировать, вот, это тот факт, который нельзя, по моему мнению, ну, просто взять и вычеркнуть из-за, ну, вот, из поля зрения, потому что, на мой взгляд, это все-таки очень, такая важная история, на которую очень важно обратить внимание, ну, и очень важно обратить ваше внимание на эту историю. Это первое. Второе. Это то, что вы, как бы сказать, перекладываете ответственность, на мой взгляд, на мужчину, да, на свою жизнь, то есть, вы ему говорите, по факту, вы говорите мужчине, чтобы он решал, что, что касается вас. Это вот мне не кажется чем-то, знаете, таким хорошим и конструктивным, вот, потому что все-таки мужчина не может за вас, да, решать то, что вам делают. Но именно это вы ему и предложили. Вы предложили ему решать, как поступать именно вам. А вот сами, 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 самостоятельно. Вы имеют такое ощущение, что ответственности за свою жизнь не несете. А это совсем не есть, на мой взгляд, хорошо. Потому что, потому что, ну, все-таки, если вы живете, к примеру, сами, сами, если вы живете сами, то вы и стараетесь жить сами. Так получается, что мужчина вас, ну, как-то вот, по сути, определил. И, конечно, в этой ситуации вы чувствуете себя в большей степени уязвимо. Следующий момент, на который я хотел бы обратить, наверное, ваше внимание, заключается в том, что вы как будто, как будто бы не полагаетесь на себя. То есть, в организации своего собственного жизненного пути вы не полагаетесь на себя. То есть, такое ощущение, что вы не определились сами, чего вы хотите. Вы не определились сами, что вам нужно. И постоянно пытаетесь как будто бы добрать у мужчины того, чего не хватает вам. Вот. Ну, а мужчина, как вы правильно сказали, он очень, очень неуверен в себе. Вот. То есть, тут такая немного, знаете, двоякая ситуация получается. То есть, вы добираете у мужчины то, чего не хватает вам. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что вы не принимаете человека таким, какой он есть. То есть, вы все время как будто бы ждете, ждете, что он изменит свой образ жизни. Но, именно то, что вы ожидаете от него изменения, что вы ожидаете от него изменения его образа жизни. И говорит о том, что ваши чувства к нему, ну, как минимум. Как минимум. Как минимум. Не безусловно. То есть, вы не принимаете безусловно человека таким, как он есть. Следующий важный момент заключается в том, что вам почему-то очень нужна свадьба. То есть, есть вот ощущение, что вы действительно себя, ну, не чувствуете защищенной. Только вот, вопрос к вам. А почему вы не чувствуете себя защищенной? А как вы выстраиваете отношения с мужчиной? А насколько вы, к примеру, уверены в себе все-таки? Потому что кажется, что если вы в себе уверены, то явно не очень, вы в себе сомневаетесь. Так что, здесь, на мой взгляд, такая вот, не совсем, конечно, хорошая, не совсем, конечно, верная история. Мне кажется, что столько времени на человека вы подратили во многом, потому что вам не хотелось быть одной. Ну, и, собственно, вы испытывали чувства, да, к человеку, одному ему, по сути. Вот. Вот, собственно, такая история. Это то, что мне, по крайней мере, видится, это то, как я вижу ситуацию. Вот. Соответственно, необходимо понять, что мужчина не изменится. Потому что, тем более, в своих годах, необходимо понять, что у мужчины есть алкогольная зависимость, и что ему нужна психотерапия, и не только для того, чтобы от нее избавиться, избавиться от алкогольной зависимости. И не заболевать, что вы сами сейчас находитесь в созависимых отношениях. То есть в отношениях, в которых вы от человека пытаетесь добрать то, что вам нужно. От человека, которого вы пытаетесь добрать то, чем вы нуждаете. И вопрос, вопрос выключает в том, в чем вы нуждает. Что вы отчаянно так хотите получить. Вот. Потому что я, если честно, не думаю, что у вас к нему чисто любовь. То есть я верю, что у вас есть к нему чувство, но я думаю, я думаю, что ваше к нему чувство не только, не только любовь. Я думаю, что помимо любви есть что-то еще. Ваши страхи, это неуверенность в себе и, кроме того, чувство вины, которое вы испытываете. То есть вы говорите, что вот, я боюсь ранить его чувства и так далее. Это нарушение личных, ну, нарушение личных границ. Вот. По факту. Поэтому тут, тут нужно тоже исследовать этот аспект. Тут нужно тоже работать в этом направлении. На мой взгляд, вот, чтобы, конечно, лучше разобраться в себе. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Вам нужно. Вам нужно. спросить, значит, себя, готовы ли вы принять мужчину? Таким, какой он есть. Если вы не готовы принять человека, то, скорее всего, вам стоит расстаться. Таким образом. Такая вот история. Это мне кажется важным. больше ориентироваться на себя, больше ориентироваться на то, что вам хочется. Вот. Именно вам хочется. Вот. В принципе. Такая история. Что касается страков, то они связаны, на мой взгляд. исключительно с тем, что вы не доверяете себе. вот. И вам просто нужно лучше себя ощущать, на мой взгляд. по крайней мере. А вот, соответственно, такой ответ. ответ, я думаю, можно вам дать. Я бы хотел обратить внимание на то, что пытаясь получить что-то от отношений, да, пытаясь изменить, пытаясь получить что-то. от отношений вы ставите в зависимое положение в первую очередь, в первую очередь. и такая вот история. Такой вот момент. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Я вам, я сейчас, наверное, ещё раз прочитаю, ну, какие-то моменты вашего текста. Посмотрю, может быть, что-то забыл. Вот. Мужчина с вами удобного вроде, не говорил, что любит вас. Вот. Значит, тут вы говорите про свадьбу, про незащищённость. Вот. Одновременно вы говорите о том, что вы более активны, а он нет. А-а-а, не хочет, не хочется ручить, пишите вы то, что жабостроены. Я мучаюсь, думаю о том, что никогда не был меня по-настоящему влюблён. Почему? Почему вы мучаетесь, а по-моему, что он, по вашему мнению, не был никогда по-настоящему вас влюблённым? И что такое, по-настоящему, настоящая влюблённость? Вот. Я полагаю, что здесь проявляется ваше желание, чтобы вас оценили. Ваше желание, чтобы вас воспринимали несколько лучше эмоционально. А этого не происходит, потому что вы пишите, что, значит, что вам не хватает комплиментов, чувств того, что мужчина много увлечён, восхищён и что я центр его вселенной. Вот. Ну так. А вы сами для себя центр вселенной, вы сами собой восхищаетесь, вы сами себя цените. Понимаете? Вот. Далее вы пишите. То есть, мне страшно ждёт ограниченное чувство человека, с которым живу сейчас. Это чувство вины, оно родом из детства, здесь нужно детско-родительские отношения ваши разбирать, потому что это, вкупе с тем, что вы выбрали мужчину сильно старше вас, ну, всё-таки наводит на мысли. Что тут у мужчины, который пусть и будет пылко меня любить, но будет обладать более существенными недостатками, о которых сейчас я могу не догадывать? Такое вообще и бывает. Знаете, недостатки изо всех. Вопрос заключается в том, насколько вы человека принимаете. А степень принятия зависит от степени принятия себя самой. Вот вы себя не принимаете, потому и говорите о недостатке. Кстати говоря, поднимая тему о недостатках в мужчине, вы, в принципе, демонстрируете то, что и ваши чувства, в общем-то, не являются истренными. Потому что это будет ваше чувство истренными, ну, скорее всего, про недостатки вы бы мужчине не говорили. Вот. Поэтому, тут еще раз повторю, нужно разобраться с тем, что именно вы ощущаете, нужно разобраться с тем, что именно вы чувствуете. чтобы хотя бы понимать и отдавать себе отсчет в том, что вам нужно. Такая вот история. Кстати, вот вы не ответили на вопрос коллеги о том, как вы сами к себе относитесь на вопрос этот. Он действительно очень важен, по-настоящему важен этот вопрос. На этом все. Если понравился мой ответ, буду вам благодарен. Если сделаете его лучшим, а я желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.